Совсем неожиданно у меня в коллекции оказалось двое одинаковых часов, одни более высшие, другие менее. Так шорнуть и идти на ходу, это приятно, это радует. На обоих есть надпись «Россия», и поэтому хотелось бы прочитать стих Сергея Городецкого. Называется он «Голос Москвы», он наиболее правильно охарактеризовал Россию хотя бы на момент 1943 года. Итак, Сергей Городецкий, «Голос Москвы». Лунного отблеска медлительный, близко далек. Снег ослепляющий белым безмолвием, горы облег. Сад не шелохнется, стройные тополи, храм возвели. Ласково стелется звуком неслышимым, шепот земли. Там за пустынями, за перевалами, за тишиной. Даль беспредельная, Русь необъятная, город родной. Вдруг живом горлинке капли звенящие канули в штишь. Слушаю, слушаю, это любимое ты говоришь. С точным хронометром в мигах и вечности я властелин в лунном сиянии стрелка торопится 21. Но по московскому счету державному дышит земля. Час восемнадцатый к нам приближается с башней Кремля. Весь долгожданная, победоносная в мир понеслась. Сила враждебная нашему воинству снова сдалась. Вновь сокол-колокол, Девять раз вылетит, грянет Москва. Залпов торжественных Вспыхнет могучая, миру молва. Где же пустыни вы? Дали бескрайние, сжались вы вдруг. С красную площадью сплавлен я В праздничный дружеский круг. Небо колышется, Светополотнище ловит зенит. Солнце знаменами, Тьму побежденную Слава казнит. Где б не скитался ты, Сердце московское Рдеет в тебе. Весь ты бросаешься К новому подвигу, К новой борьбе. В хоре торжественном Залпы сливаются с сердцем твоим. С красной армией Ты самый маленький непобедим. В хоре с народами Ты полон радости. Слово берешь, Песню о родине, Песню о партии громко поешь. В 1943 год. Вот такой вот. Поскольку все-таки Москва это столица России. А уж и подумалось, какая она наша Россия. Вот есть такое государство, которое граничит с 18 странами. Включая две частично признанных. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. На западе России граничит со странами Европы, Норвегии, Финляндии, Сонии, Латвии, Литвой, Польшей, Украины и Белоруссии. Не все, правда, с нами дружественны. Ну, так бывает. По Кавказу проходит граница с Грузией, Азербайджаном. От Каспийского моря далее на восток протянулась самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница с Казахстаном, протянувшаяся почти на 7 тысяч километров. На востоке России граничит с Монголией, Китаем, Северной Кореей, КНДР. Морскими соседями России являются Япония и США. В состав Российской Федерации входит 85 субъектов, 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. Россия также подразделяется на 9 федеральных округов, в каждом из которых работает полномочный представитель президента России. По численности населения Россия занимает 9 место в мире. В России сегодня проживает более 146 миллионов человек. В стране насчитывается 15 городов с населением выше миллиона человек. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж. Каждый третий городской житель страны живет в одном из этих городов. Столица Российской Федерации, город Москва, как я уже говорил, входит в число 20 наиболее крупных городов мира. Государственный строй у нас, федеративное государство с республиканской формой правления. Глава государства, президент, избирательство на 6 лет. Закон Российской Федерации о поправке Конституции номер 6 ФКЗ от 30 декабря 2008 года. Глава правительства, премьер-министр, законодательная власть принадлежит федеральному собранию, двухпалатному парламенту, Госдуме и Совету Федерации. Официальный язык русский, хотя вот каждая автономная республика может ввести в границах республики в качестве второго официального языка национальный язык своей республики. Вот такой у нас, вот такой вот получилось. Ну что ж, поскольку вспомнили мы про Россию что-то энергетическое, хотелось бы иногда вспомнить, чтобы доклад слишком сухой не оказался. Вот всю ночь пил с русскими, всю ночь они травили анекдоты про Россию и ржали. Всю ночь они убеждали меня, что Россия страна плохих дорог и дураков. Под утро, когда я согласился с их мнением, они набили мне морду. Жить в России, такие вот плюсы могут быть. Все думают, что у тебя есть ручной медведь, а минусы у тебя нет ручного медведя. И, кстати, только в России жопа это не часть тела, а события. А полная жопа это вообще комплекс мероприятий. И, кстати, не доверяйте никогда русским лужам, это может быть вход в метро. Вообще Россия-то варварски утопила крестоносцев, коварно уничтожила Золотую Орду, жестоко смяла Третий Рейх, а теперь нагло бомбит ИГИЛ. Ужасная страна. Ужасная. Пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.